Кавалька додвигалась от морского порта до площади цирка, где зрителя развлекал уже дрессированный слон, а акробаты заставляли замирать сотни сердец на колесе смелости. Ну а гвоздем программы стал смертельно опасный номер заслуженной артистки России Ольги Погодиной. На глазах у изумленной публики она доверила свою жизнь хищнику. Молодец! Держи, 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 держи! Молодец! Теперь в Книге рекордов России появилась новая запись. Самая бесстрашная актриса страны. Ольга признается, о том, что трюк выполнен, она узнала, когда крыки тигра коснулись ее лица. Но страха при этом не было. Несравнимый ни с чем вот это восторг. Когда вот я сейчас даже поняла, видели, первый раз не получилось, потому что много шума, все тигр в приподнятом настроении, он прошел через музыку, все, он возбужденный, его нужно было успокоить, чтобы он так вот уже понял, что он сейчас будет делать. И когда второй раз я поняла, что все получилось, ну, конечно, это восторг. Премия мастера должна зажечь новые звезды. По словам организаторов, сейчас на слуху цирковые программы, а не имена. И это нужно исправлять. К тому же международного признания достойны не только артисты. В цирке сегодня работает очень много профессионалов в других областях. Поэтому у нас сегодня в номинациях и режиссер, и продюсер, что очень важно, и хореограф, и композитор. И в номинации лучшее шоу, лучшее аттракцион. Заявки на участие в премии подали более 400 коллективов со всего мира. Пятерку лидеров каждой номинации определяли в интернете зрители. И теперь солянка из самых увлекательных номеров в Сочи. Это очень знаковое мероприятие. Мы его очень ждали, очень готовились к проведению первой международной цирковой премии в городе Сочи. Часть премии «Мастер» – это конкурс любительских цирков. В нем участвуют десятки коллективов со всей страны. Одни из фаворитов – студия «Грация» из Перми. Для наших детей, которые приезжают сюда, уже что-то значит цирк. Они дышат цирком, они живут цирком, они вдохновляются цирком. Лучших во всех номинациях выберет профессиональная жюри. Кстати, для объективности голосование будет тайным. А у сочинцев и гостей города самая приятная роль – наслаждаться представлением. Раньше было, по-моему, самое лучшее – это цирк, правильно? Меня мама водила в цирк, я также сама своих детей вожу в цирк. Цирковой «Оскар» планируют вручать ежегодно. И, скорее всего, местом его постоянной прописки станет Сочи. Ну а победители этого года объявят уже во вторник, 30 июня. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Работа перек Pik- валае. Галина Моисеева, Sea паулей и филей, атмосферная компания «ФКТ». Продолжение следует...